Всем привет и добро пожаловать на очередной Live-класс. Сегодня будем говорить про хитрости и уловки или приемы работы в Final Cut Pro. Сразу, как обычно, для кого этот класс и стоит ли вам его вообще смотреть. Уровень здесь уже не начальный, то есть если вы только-только изучаете Final, то возможно какие-то вещи вам могут показаться сложноватыми или вырванными из контекста. Поэтому для того, чтобы в полной мере вкусить кайф от этого Live-класса, надеюсь вам это удастся сделать, вам нужно иметь какой-то опыт работы в Final, чтобы вы понимали, что такое библиотека, что такое ивенты, что с Final Cut в паре работают программы Apple Motion, например, что есть такие вещи, как роли в Final Cut, как мы можем работать с титрами-генераторами, что их можно сделать в Motion, мы сегодня будем делать adjustment layer или корректирующие слои. Если эти термины вам не знакомы или кажутся пугающими, то этот Live-класс вам не подойдет. Если же эти термины не пугают, то, надеюсь, удастся над вашим базовым уровнем сделать какую-то надстройку из-за хитростей и уловок. Дальше. Как понять, достаточно ли ваш уровень или нет? Если вы уже прошли базовый уровень в Школе Profile, то ваших знаний будет достаточно. Если вы прошли базовый и продвинутый, тогда тем более. Более того, если вы просто не проходили никакой уровень, но, может быть, вы работаете в Final Cut уже не первый год, то вам тоже, надеюсь, этот класс пригодится, потому что вашего уровня тоже будет достаточно. Так, это что касалось того, для кого этот класс. Как этот класс возник? На основании чего? Я сейчас продемонстрирую тот проект, который я монтировал. Сначала краткая предыстория. Я неоднократно говорил, что в средней профессиональной среде обычно Final Cut не распространен. По разным причинам. Из моего личного опыта за все время пребывания в Штатах единственный раз я сталкивался с пост-продакшн компанией, которая в основе своей имела воркфлоу, построенный на базе десятого Final Cut. Эта компания занималась разработкой, съемкой и монтажом роликов для Amazon. Если вы что-то покупали на Amazon и просматривали там видосики, то, скорее всего, вы смотрели видосики сделанной этой компанией. И это был единственный случай, когда серьезная компания использовала десятый Final Cut. Так вот, оказалось недавно, что в той компании, где я работаю, с которой я сотрудничаю, тоже пришлось использовать десятый Final Cut. Сейчас расскажу, каким образом. И тот результат, который я получил от предыдущего монтажера, который делал это все в десятом Final Cut и меня, явно не устроил, потому что это был типичный, некорректно, криво, косо сделанный проект. Обычно именно такие проекты и являются объектом насмешек и презрительного фырканья со стороны профессиональных монтажеров. Так вот, моя задача будет сегодня продемонстрировать вам, что это не Final Cut плохой. Как говорится, в чем проблема? Проблема в прокладке между рулем и сиденьем. Так и здесь. Final Cut можно использовать, если вдруг он вписывается в рамки вашего продакшна, вашего врокфлоу, можно использовать для, я бы сказал, серьезной работы, для достаточно серьезных роликов. Просто нужно подкрутить гаечным ключом и доработать молотком и напильником. В частности, не сам Final Cut, а того человека, который за ним работает. Так вот, это вот откуда родился этот класс. Из моего практического опыта работы над тем проектом, который сейчас я вам покажу. И покажу, собственно, те хитрости и приемы, которые я на нем выработал, которые я успешно использовал, которые мне помогли успешно справиться с этим проектом. Но сначала предыстория. Откуда взялся вот тот материал, на котором я сейчас буду показывать. Компания, в которой я работаю, использует в качестве основного монтажного инструмента премьер. Ну, так исторически сложилось, что когда-то, когда еще был жив седьмой Final Cut, режиссеры и большая часть монтажеров работали в этом седьмом Final Cut. И потом седьмой Final Cut приказал долго жить. И получилось, что премьер оказался ближайшей удобной программой для этих людей. И все дружно перешли на премьер. И вот с тех пор там и работают. И десятый Final Cut как-то не рассматривался как альтернативой, потому что он слишком сильно отличался от седьмого Final Cut. Премьер оказался ближе. И вот предыстория. Так вот. И недавно мы делали большой проект, состоящий из 20 разных видеороликов. Мне довелось сделать из этих 26 роликов. Шесть, кажется. Шесть или семь. То ли шесть, или семь роликов. И изначально речь шла о меньшем количестве. Но внезапно вдруг мне пишет координатор проекта и говорит, типа, Димитри, а не монтируешь ли ты в десятом Final Cut? Я такой, монтирую. А вам зачем? Они такие, типа, ну, понимаешь. И рассказывают мне историю, что, оказывается, к ним пришел монтажер. Ну, как пришел, сейчас же все на удаленке. Поэтому они наняли монтажера монтировать вот один из этих роликов. И человек не сказал им, что он работает в десятом Final Cut. Ну, а они не спросили, потому что они предполагали, что это будет, очевидно, премьер. И в самый интересный момент, за недолго до сдачи всех роликов этот монтажер удаленный слился. Ну, исчез и, собственно, ну, почти пропал. Почти сказал, что ребята, идите нафиг, я устал, я ухожу. И присылает им XML-ку. Вот это вот. Сейчас я даже продемонстрирую. Вот такой вот fcpxml. Ну, то есть, как вы знаете, что такое XML-ка? Это описание таймлинии и что на них где находится. Знаю, какие файлы, какие клипы, где лежат. Сейчас я вам открою и покажу, как выглядел этот проект и как мы его будем причесывать. К чему мы пришли. Так вот, и координатор постпродакшна, как раз тот, который, девушка, которая мне написала в шоке, потому что она была уверена, что этот ролик уже готов. А он не только не готов, получается, что нужно все перемонтировать сначала, а времени не позволяет. Короче, она пишет, Дмитрий, умеешь ли ты монтировать в этом Final Cut? Я говорю, да, умею. Давайте я сейчас подхвачу и продолжу. Это к вопросу о том, что желательно знать не только одну монтажную программу, а если вы хотите быть конкурентоспособными, то желательно знать хотя бы парочку, если вы планируете работать как монтажер. Это помогает. Вот живой пример. Так вот, и я подхватил этот проект, причесал его, внес справки, которые присылал режиссер, продюсер, заказчик. Все это было сделано неоднократно и даже успешно отправил на озвучание звукорежиссеру, который работает не в лоджике. Сразу ожидаю, что вы такие, ага, раз Final Cut, значит работа со звуком происходила в лоджике. Нет. Она происходила в Pro Tools, как и положено. И, как вы знаете, у Final Cut есть проблемы с экспортом в Pro Tools. От слова, что у экспорта нет никакого совсем. От слова совсем. Поэтому пришлось задействовать еще одну программу. Я ее покажу. Программа X2 Pro, которая позволяет отправлять XML, уже сделанную еще раз из монтажа в Final Cut, чтобы отправить его в Pro Tools, чтобы звукорежиссер получил формат AF и его уже там обработал и прислал обратно уже файл. Поэтому у меня все ходы записаны. Я, может быть, не буду для ускорения процесса проделывать совсем все. Я буду показывать основные вехи, как проект эволюционировал, чтобы вы видели, как это все происходило. А потом уже покажу выжимку из тех хитростей и приемов, которые я на нем узнал.